На сцене Дома Дружбы Народов состоялся шестой городской патриотический фестиваль «Весна Победы», организатором которого по традиции выступил социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних детей, а участниками юные воспитанники учреждений управления социальной защитой администрации города. Дети подготовили трогательные танцевальные и вокальные номера, рассказав в них о подвиге советских солдат и о страданиях, которые довелось пережить в годы войны каждому из жителей страны. Настроение праздничное, форма одежды нарядная, маленькие участники большого концерта и педагоги в фойе обсуждают организационные моменты и с нетерпением ждут начала праздника. И вот уже через несколько минут шестой городской патриотический фестиваль «Весна Победы», посвященный 9 мая, объявляется открытым. Наш фестиваль – это действительно значимое событие, посвященное великой победе, великому подвигу нашего народа, над которым не властно время. И прежде всего хочу поблагодарить идейных вдохновителей, организаторов этого фестиваля, которые собрали здесь нас всех в этом зале. Настоятель храма Спиридона Тремифунского Иерей Лев Баклицкий обратился к зрителям, юным и взрослым с просьбой не забывать, какую высокую цену нашей стране пришлось заплатить за победу. Наша страна в эти страшные дни войны к победе шла 1418 дней. За эти дни, страшные дни, наша страна потеряла 26 миллионов человек. Лишились крова 25 миллионов человек. Это невероятные цифры. И наш народ с Божьей помощью, вот сегодня уже сказали про силу духа, он все это преодолел. Фестиваль «Весна Победы» традиционный, он проходит уже в шестой раз. Его организаторами выступает социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Магнитогорска при поддержке управления социальной защитой администрации города. Желающих принять участие в концерте каждый год становится все больше. Дружеская атмосфера, творческая, позволяет нам раскрывать детей с новой стороны. И при этом организация этого фестиваля стала очень мощным педагогическим и воспитательным процессом в рамках именно духовно-нравственного, патриотического воспитания. Соответственно, тематика не меняет своей актуальности. В наши дни она становится еще более острой. Каждый выход юных артистов посвящен подвигу советских солдат. Ребята подготовили самые интересные номера. У кого-то они невероятно трогательные, у кого-то задорные. Сегодня мы подготавливаем танец под песню «Катюшу всемирную», известную всем. И у нас идет песня. Мы будем танцевать, песни петь. У нас будут девочки стихи читать, у них тоже будет номер. Воспитанники социально-реабилитационного центра рассказали, репетировали старательно. Они представили номер под названием «Папури». Этот номер соединен из нескольких композиций. Туда входит песня «Дорога на Берли». «Священная война». Нам надо было показать номер, танец и выступить лучше всех. Фестиваль «Весна Победы» – это не конкурс. В нем не было жюри, победителей и проигравших. Все участники получили подарки от организаторов. И самое главное – непередаваемые эмоции. Ведь каждое из выступлений – это своего рода экскурс в прошлое, о котором нельзя забывать.